Глава 16. Новая цель. Интересная информация. На лице Мории не дрогнул ни один мускул. Но еще более интересно, в чем твоя выгода? Ты ведь не просто так рассказал мне это и даже не потребовал клятву. Каков твой мотив, помимо очевидного, моего нейтралитета? Ты ведь должен понимать, что я в любом случае не присоединюсь к Серебряному Рыцарю. Мертвым не место рядом с живыми. Да и открыто выступать против объединенной Орды нашего Альянса я не вправе, скована договором. Я предполагал это. Поэтому мы обсуждаем с тобой именно нейтралитет. Уж прости, не поверю, что ты не подстраховалась и не нашла лазейки для себя, чтобы иметь возможность выйти из Альянса. А по поводу моей мотивации отвечу так. Людям нужен враг. Иначе они начинают истреблять сначала всех, кто хоть немного от них отличается, а потом и самих себя. Если мы договоримся, и в нужный момент ты отведешь свои войска, я гарантирую, что не буду уничтожать оставшиеся храмы и охотиться на твоих адептов. Щедрое предложение, усмехнулась Мария, но ты упускаешь одну очень важную деталь. Победить должен один пантеон. И пока это не случится, мир Альфа останется закрытым. Вот вы все вроде бы должны быть умными, опытными, раз прожили столько столетий или даже тысячелетий, а не видите того, что лежит на самой поверхности. Что вам мешает вместо того, чтобы грызть друг друга, создать единый пантеон с равными правами? Ты богиня смерти, вот и будешь отвечать за усопших. Серебряный рыцарь возьмет под крыло воинов, соната магов. Получится гармоничный симбиоз, а не вечное соперничество. Смертным не обязательно знать, как все устроено на высшем плане. По лицу богини было видно, что столь простая мысль не посещала ее голову. Мне кажется, что мироздание позволяет заселять ключевые миры разным хранителям именно для того, чтобы они учились работать вместе, сообща. Но вместо этого они интригуют, соперничают и убивают друг друга. Это так не работает, неуверенно проговорила Мария. А вы пробовали? Припечатал ее взглядом я. У властелина с пустотником единая цель – уничтожить все живое. Хасид тоже действует на своей волне, но ходят слухи, что этот творец заодно с пустотой. Догадываешься, кто будет следующим, когда они низвергнут серебряного рыцаря и сонату. Ты своими же руками рубишь сук, на котором сидишь. Не боишься сорваться в пропасть забвения? Мне кажется, я первый смертный, который орал на Бога, точнее, на богиню. Не привыкшая к такому обращению, Мария сначала опешила, а потом пришла в бешенство. Ей потребовались титанические усилия, чтобы не раздавить меня, словно комара. Я буквально ощущал, как от нее веет огромной силой, от которой мое тело начало потряхивать. Но богиня справилась с выбросом эмоций и взяла свою силу под контроль. «В твоих словах есть смысл, мертвый страж», – ровным голосом проговорила Мария, никак не прокомментировав ситуацию. Я могу допустить, что описанный тобой сценарий возможен. Скажу даже больше, на данный момент он наиболее вероятен. Война с вашим альянсом еще больше ослабит моих адептов, и сразу после низвержения Серебряного рыцаря и сонаты настанет мой черед. Именно поэтому другие хранители не вмешались, когда ты уничтожал мои храмы, хотя могли. Им выгодна моя слабость. Так давай поможем друг другу, уже спокойно продолжил я. Не следовало мне срываться. Я прошел по самой грани и несколько секунд назад был на волосок от смерти. Очень не вовремя случился эмоциональный всплеск, который я не успел оперативно погасить. Все же месяцы отсутствия эмоций сказываются, отвык от буйства гормонов. К демонам у людей давние счеты. Мы с огромной радостью расщепим на атомы храма Хааса, нам бы только узнать, где они находятся. У Хааса всего два храма, но очень много обманок, приняла решение богиня. Ложные цели охраняются должным образом и внешне неотличимы от настоящих. Аватара у Белиала нет, так что для такого талантливого смертного не должно возникнуть проблем с охраной. Я могу указать, где располагаются истинные храмы, но ты обязан принести клятву, что никто не узнает, что эту информацию ты получил от меня. Мне незачем интриговать, но если тебе так будет легче, клянусь, что никто не узнает о нашем разговоре. Если я нарушу данную клятву, дозволяю системе забрать мою жизнь. Зачем мне твоя смерть? Зловеще улыбнулась Мария. Поклянись стать моим вечным рабом, если нарушишь данное слово, и мы договорились. А вот такого поворота событий я предугадать не смог. Пришлось смириться и дать богине желаемое. Разглашать информацию. Я не собирался в любом случае, но теперь мне надо утроить бдительность. Одно дело – просто умереть и получить шанс через какое-то время воплотиться в смертном теле, пусть и с потерей памяти, и совсем другое – оказаться в вечном рабстве у богини. Смерть для меня предпочтительней. Аструс получит от меня точные координаты, ну а дальше разберетесь, как поступить. Не маленький, проговорила довольная богиня. По поводу всего остального, мне надо подумать, такие решения не принимаются быстро. Воля твоя, богиня, уважительно склонил голову я. Но хочу предупредить, как только начнется прямое столкновение армии, мы окончательно станем врагами, а с врагами не договариваются, их уничтожают. О-о-о, угрозы, мне это нравится, развеселилась Мария. Мне даже захотелось, чтобы ты нарушил клятву, такой слуга мне очень пригодится. Подумай, Оникс, статус спутника откроет перед тобой грандиозные перспективы. Я уже выбрал сторону и своего решения менять не стану. Как знаешь, пожалуй, плечами Мария, до встречи, Оникс. Я уверена, что она в скором времени состоится. Краткое ощущение полета, и я снова смотрю на Аструса. Судя по системному таймеру, богиня замедлила течение времени и наш разговор занял всего несколько секунд. Никто и не подозревает, что я совершил ваяж в небесный чертог. Взгляд Аструса мне не понравился. Сразу было видно, что он готов сражаться насмерть, и я не знаю, кто выйдет победителем из нашей дуэли. Но ощущение опасности, вспыхнувшее в тот момент, когда наши глаза встретились, постепенно утихало, и я немного расслабился. «Рад, что вам удалось договориться», – прошелестел в голове дружелюбный голос Аструса. «Мне бы очень не хотелось тебя убивать». Странник произнес эту фразу столь буднично, что я восхитился его самообладанию. Как будто не он сейчас находится рядом с потенциально вражеской крепостью, в которой помимо тысяч игроков, еще и обитают драконы, способные распылить на атомы кого угодно. По всей видимости, у спутника богини в рукавах спрятана парочка сильных козырей, и не факт, что в моем арсенале найдется, чем их побить. «В наш дом я тебя не приглашаю, должен понимать, стратегический объект», – не стал комментировать слова Аструса «я». Держи два астральных маячка. Думаю, для такого умелого игрока, как ты, не составит особых проблем добраться до нужного острова и установить маячки в безопасном месте. Ну а дальше мы справимся сами. «Верни меня на место нашей встречи» и договорились, не стал спорить Аструс. «Если подсобишь с летающим петом, буду благодарен». Питомник Зога теперь недоступен, а именно он поставлял всем виверн. «Не проблема», – ответил я, передал страннику кристалл и активировал обратный переход. «Вот амулет связи, сообщи, как закончишь». «Безопасность канала связи гарантировать не могу. Мне будет достаточно одной простой фразы. Все сделано». Аструс кивнул и без лишних слов удалился. Ну, а я вернулся к Алии, которая все это время так и оставалась на стене крепости. «Вот сейчас не поняла, он что, не с нами?» – прокомментировала событие Алия. «У этого странника свой путь», – ответил я общей фразой. «Мне кажется, что отчасти он явился сюда, чтобы разрушить связь с владыкой некромантов. А про основную цель ты, естественно, нам ничего не скажешь». «Хотел бы, да не могу», – ответил я. Пришлось дать клятву о неразглашении. «Собирай драконью эскадрилью, у нас появились новые цели». На лице Алии появился хищный аскал. На терпевшиеся за столетия рабства странники всегда готовы подраться. В этот раз наша цель будет несколько иной, но по сути нет никакой разницы, кого бить – некромантов или демонов. Второе даже предпочтительнее. Демоны не ждут атаки, а значит, нам удастся застать их врасплох. Аструсу потребовалось три дня, чтобы установить астральные маячки. Все это время мы готовились и разрабатывали приблизительный план атак. Да, именно атак. Нам придется одновременно ударить сразу по двум храмам. А если точнее, то отряд атакует один, а я займусь вторым. Метка вахала, мне бы очень пригодилась, но Мария молчит, поэтому придется справляться теми средствами, что есть. Скорее всего, богиня хочет дождаться результатов налета на храмы хаоситов, и только тогда примет окончательное решение. Еще двое суток разведчики осторожно прощупывали обороны острова и храмов. Разведка показала, что задача перед нами стоит вполне выполнимая. Демоны построили храмы Белиала далеко от основного материка, что само по себе является неплохой защитой от посягательств вражеских смертных. Путешествовать по хищному морю очень опасно, это можно делать лишь в составе большого и хорошо вооруженного флота. Обитатели глубин уничтожают одиночные корабли довольно легко. Можно добраться по воздуху, но, как я уже говорил, летающих маунтов на лайде мало, а перебросить крупный отряд таким способом очень сложно. Это я не говорю, что все эти способы исключают внезапную атаку. Демоны в любом случае обнаружат врагов заранее и при необходимости могут оперативно усилить охрану нужного острова, портальная сеть у них развита хорошо. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что демонам не обязательно держать большую охрану у своих храмов. С ликвидацией единичных лазутчиков или небольших групп справятся жрецы и усиленные элитные отряды демонов, а в случае массированного вторжения оперативно приходит помощь с других островов, где выстроены обманки. Да и не пустят демоны чужой флот так далеко, встретят еще на подходе. Сложилась такая ситуация, что мы способны обойти два самых главных защитных фактора. Астральный прокол мгновенно доставит нас в нужную точку, а блокиратор пространственной магии исключит оперативную переброску подкрепления. Но расслабляться нельзя ни в коем случае. Властелину известно, что я обладаю возможностью мгновенно перебросить крупный отряд в нужную точку, а если это известно властелину, то и все его союзники тоже в курсе. Именно поэтому я не стал спешить и приказал разведчикам наблюдать за объектами как минимум неделю и оказался прав. Нас ждали. Охрана храмов была многократно усилена, причем выяснилось это далеко не сразу, и лишь опыт разведчиков позволил нам не угодить в расставленные врагом сети. Со стороны все казалось рутинно. Четыре раза в час, причем без какой-либо системы, совершались, казалось бы, совершенно обычные обходы. В район храмового комплекса перемещался крупный отряд демонов. В спокойном темпе шествовал от телепорта к храму, заходил внутрь и спустя несколько минут возвращался обратно. Но вот только разведчик обратил внимание, что к храму прибыло 200 демонов, а вот ушло 199. Последующие наблюдения лишь подтвердили тенденцию. Демоны замаскировали усиление охраны храмов под рутинные обходы, и узнать, сколько врагов уже набилось внутрь, сейчас уже невозможно. Пришлось в корне менять весь план и отказаться от одновременной атаки сразу двух точек. Слишком велик риск, тут одно бы сосредоточие захватить, причем желательно без жертв с нашей стороны. В принципе, одной частички божественного нам будет достаточно. Она позволит увеличить канал связи с землей в десять раз, а пять сотен тысяч игроков – это уже огромная мощь. Вряд ли удастся прокачать всех до приемлемого уровня. Слишком мало времени осталось в нашем распоряжении, но хотя бы уровня до сотого или сто пятидесятого подтянуть основные массы нам вполне по силам. Хочется, конечно, полностью лишить Белиала притока энергии, но боюсь, что нам это очень дорого обойдется. План атаки родился в моей голове довольно быстро, а вот над способами реализации идей пришлось ломать голову всем без исключения странникам. На самом деле я не предложил ничего нового. Идея стара, как сам мир. Если нельзя ударить в лоб, надо сымитировать атаку в одном месте, спровоцировать врага, чтобы тот перенаправил на защиту важного объекта все резервы, а потом внезапно ударить в другую, уже ослабленную точку. Добиться этого сложно. Чтобы враг поверил в серьезность наших намерений и озаботился усилением охраны, угроза захвата объекта должна быть абсолютной. Для того, чтобы добиться такого эффекта, придется задействовать серьезные силы, но проблема заключается в том, что использовать все мощные обилки с длительным откатом нельзя, иначе не получится пробить магический барьер второго храма. И над решением этой проблемы мы возились еще дней пять. Фактором частичной внезапности удастся воспользоваться лишь один раз, и запороть дело нам никак нельзя. Огры властелина уже практически продавили оборону крепостей орков, что располагаются в наиболее удаленных от долины жизни областях. Дракония эскадрилья периодически отвлекалась от планирования, чтобы помочь. Но концентрация врагов в районах осады была столь плотной, что любая вылазка могла закончиться гибелью всего отряда. Приходилось действовать очень осторожно из предельно допустимого для каста расстояния, что сильно уменьшало эффективность магических атак. Властелин позаботился, чтобы его бойцы обладали сильной магической защитой. Была и ложка меда во всей этой огромной бочке дегтя. Огры оказались очень чувствительны к моим гибридным заклинаниям. Ранее ничего подобного на лайде просто не существовало, а значит и мер противодействия данному типа урона нет. Искусственно созданные организмы огров настроены на поглощение любого магического урона, но мои гибридные скиллы оказались очень специфическими. Магия смерти, из которой состоит внешняя часть заклинания, как бы разрезает, ну или частично испаряет магическую защиту цели, а потом в ход идет сердцевина скилла, состоящая из темной энергии, и весьма эффективно ликвидирует туповатых врагов. Первое же применение урагана смерти показало, насколько эффективны новые скиллы против огров. Заклинание буквально перемололо в труху всех, кто попал в радиус действия, тогда как обилка ведьмы работала против толстокожих тварей довольно слабо. Фейерон предположил, что властелин смог привить своей полностью подконтрольной расе способность генерировать вокруг себя некое подобие антимагического поля, которое способно одномоментно противостоять лишь одному типу магического урона. Драконы являются мультистихийными существами, то есть им доступны заклинания из всех стихийных веток. Мы провели полевой эксперимент. Ланиэлит выстрелила в огров огнем и тьмой с минимальной задержкой. Причем удар был рассчитан таким образом, чтобы из-за разности в скорости полета два заклинания ударили одновременно. Результат порадовал. Огра распылила на атомы, тогда когда же рядовой боец мог выдержать прямое единичное попадание огненного шара драконов. Продолжать эксперименты я запретил. Враг пока не должен знать, что мы нашли способ противодействия магической защите. Открытие в корне меняло тактику противодействия врагу, и требовалось время, чтобы разработать новую тактику действий. «У нас все готово», – вывел меня из раздумий отец. «Я уже по традиции привык размышлять на вершине центральной башни, откуда открывается потрясающий вид на долину. Ждем только тебя». Я сделал глубокий вдох и выдох, кивнул отцу, а потом решительно направился в зал совета, где собрались все участники предстоящего рейда. «Выдвигаемся на позицию», – скомандовал я. «Сегодня мы нанесем врагу еще один болезненный удар». Уже спустя пять минут 25 драконов вместе со всадниками взмыли в ночное небо. Тренировки не прошли зря. Я наблюдал, как небесные ящеры быстро выстраиваются в боевые формации, а потом мы начали синхронно набирать скорость. Разведчик возле храма Хаса уже был в небе и готов по моему сигналу сбросить астральный маячок. «Начали», – написал я в кланчет. «До сброса маячка 3, 2, 1, сброс». Выждав три секунды, я совершил астральный прокол, и в небе над храмом Белиала появились пикирующие на огромной скорости драконы. В первой фазе операции мы решили повторить тактику удара по черногу. Она хорошо себя зарекомендовала, так зачем что-то менять? Вряд ли уничтоженный нами владыка успел передать информацию. Слишком быстро мы сработали. Но шанс, что властелин посредством меток, все же может считывать информацию из сознания своих бывших рабов. Есть, и мы учли это. Ночное небо озарило ярчайшее пламя, а потом на магический купол, прикрывающий храм Белиала, обрушился огненный ад. 25 метеоритных дождей в исполнении драконов – это незабываемое зрелище. Тысячи огненных болидов с огромной скоростью устремились в бой и обрушились на защиту храма. Им вдогонку ударили странники, и все пространство вокруг накрыл настоящий магический Армагеддон. Демонов, что находились вне защищенного пространства, испепелило за считанные секунды, но в отличие от некромантов, храмовый купол состоял из нескольких слоев и прикрывал довольно обширную территорию, которая включала в себя и телепортационную установку. Именно поэтому было бесполезно задействовать блокиратор пространственной магии, пока не подавлен внешний слой защиты. По расчетам наших аналитиков, мы способны продавить внешнюю защиту храма минут за десять. Все же драконы обладают огромной магической мощью, всю полноту которой использовать в замкнутом пространстве питомника Черного мы не решились. Зато сейчас небесные ящеры, которые в данный момент больше напоминали стратегические бомбардировщики, разошлись по полной и демонстрировали врагу всю свою силу. У демонов очень мало времени, чтобы перебросить подкрепление, и они это понимают. Зашевелились черти, доложил наблюдатель у второго храма. Мать моя Дриада, сколько же их туда набилось? Давай по существу, осадил коллегу страницу я, так как из-за иллюминации разглядеть, что происходит у портала, не представлялось возможным. Демоны прут сплошным потоком, сплошь элитные бойцы, уровни 300+, причем не только из храма, сбегаются со всего острова и где только прятались. Я ведь все проверила. Ждите гостей. Наездники, внимание, щиты на максимум. Тут же передал сообщение союзникам я. Вовремя. Из джунглей по нам ударили в ответ. Тысячи магических снарядов летели сплошной стеной, и уклониться от атаки шансов нет. Придется принимать удар на щиты. Продолжаем продавливать купол. На всякий случай написал в кланчите я. Защитники, ману не жалеть. Если умрет хоть один дракон, будете отвечать лично передо мной. Мы знали, что это засада, поэтому хорошо подготовились. У каждого игрока инвентарь был заполнен как зельями маны, так и кристаллами-накопителями. Энергии должно хватить. Как только вражеские заклинания ударили в защиту, небо полыхнуло и на несколько секунд стало светло как днем. Фреймы союзников показали, что магическая атака врага ополовинила запасы маны. И пока драконы продолжили уничтожение купола, игроки спешно восстанавливали резервы, так как вскоре последует новая волна. Элита прошла, появились архидемоны, много. Тут хреново тучи архидемонов. Не менее четырех сотен, а также пять жрецов, стоят в зоне телепортации, но перемещаться не спешат. Пока ты не проявишь себя, они останутся на месте, спустя пять минут доложила наблюдательница. Всем внимание, фаза 2, готовность 3, 2, 1. Удачи, мертвый страж. Прошелестел в голове голос Ланиэлит, и я прыгнул. Активация аватара прошла штатно. Я еще несколько раз применял это заклинание, чтобы окончательно освоиться. Находиться в энергетической форме поначалу было немного неудобно, но я быстро привык. Гораздо сложнее было справиться с ощущением могущества и начать действовать осторожно. Придав своему телу дополнительное ускорение, я на огромной скорости понесся вниз. По округе разнесся звук сильного хлопка, после того, как я преодолел скорость звука, но я этого не услышал. Из моих рук вырвались два луча энергии. Один темно-фиолетовый, другой ярко-зеленый. Я начал вращаться в полете и спиралевидно закручивать лучи, отчего те сплелись между собой и превратились в острие стилета. За мгновение до контакта с куполом я максимально усилил концентрацию энергии, должно хватить. Удар. Немедли потомок. Сквозь дичайшие помехи прошелестел в голове голос Александра. Архидемоны прыгнули. Появилось сообщение в чате, и я последовал совету Серебряного Рыцаря, хотя наш план был немного другим. Как же вовремя поступило предупреждение. За краткий миг до астрального прокола я начал ощущать астральное возмущение. Архидемоны, похоже, способны наводить астральные помехи и препятствовать перемещению. Это была ловушка конкретно для меня, но Александр меня спас. Еще бы секунда, и выбраться из-за под ней было бы уже невозможно. Удар. Тело пробило магический купол второго храма, рядом с которым наблюдательница установила астральный маячок. Мысленная команда, и включился блокиратор пространственной магии. Внутри купола он заблокирует действие телепорта, и мне никто не помешает. Всем отход. Скомандовал я. Сейчас драконы должны набрать высоту и броситься в рассыпную, чтобы через 10 минут встретиться на точке сбора и отправиться в долгий полет к прайму. Удар. Я пробил второй слой магического купола и, не сбавляя скорости, помчался к энергетической завесе на воротах храма. Осталось дело за малым, разобраться с оставшейся охраной и забрать сосредоточие. Демоны не стали бы уводить абсолютно всех, но у меня есть мрак, а также еще 8 десятков отборных петов. Справлюсь, в этом я нисколько не сомневаюсь.